Не сделал обещания. Татьяна Конрадин, Жанна Расмагулова, Кирилл Масхинов, Вести Томск. Сегодня Томск принимал делегацию сибирских журналистов. Все они победители шестого регионального конкурса «Сибирь-Про». Акул-Пера познакомили с работой компании «Газпром Трансгаз Томск». Узел связи, газозаправочный комплекс, учебный центр, сварочный полигон. Это только часть объектов, которые посетили журналисты. Сегодня у нас еще, вот мы продолжаем знакомиться с «Газпромом». Знакомство с компанией не случайно. Девиз конкурса – прогресс, профессионализм, прорыв, а его тема – качество управления. В течение одного рабочего дня журналистам на примере газотранспортной компании показали современные стандарты, по которым строят свою производственную деятельность газовики. Сейчас мы привожим эту белую трапочку на выхлопную трубу данного автомобиля. Экологичность метанового топлива. В этом журналисты смогли убедиться на конкретном примере, когда серийный «КамАЗ», работающий только на природном газе, заправлял свои баллоны метаном. Ублекислого газа раз в восемь меньше, чем привыкли к соляры. То есть практически на выход воздух, вода, чистая вода. А это учебный центр. Здесь повышают квалификацию рабочие, специалисты и руководители. Обучение через всю жизнь. Вот лозунг учебного центра. Мы были очень обрадованы тем, что мы увидели, помимо Новосибирска, нас вот пригласили в Томск. Уникальный учебный центр. Действительно, есть чем поучиться и что-то взять новое. И даже предложить, может быть, своим руководителям каких-то региональных отраслей, образования и, может быть, промышленности, внедрить это на территории нашей области. Поэтому действительно программы интересные. Компания «Газпром Трансгаз Томск» является одним из генеральных партнеров конкурса на протяжении нескольких лет. Девиз компании «Только вперед, только к победам». И у этих журналистов работа строится на таких же принципах. Именно поэтому победители регионального конкурса и надежная компания собрались сегодня вместе. Артем Бяков, Кирилл Маскинов, «Вести Томск». А спортивная команда СХК вошла в тройку сильнейших команд России. В Саратове завершилась первая спартакиада трудоустройства.